Бог или сколько? Ну, сколько, сколько людей в городе Барнауле. Вопрос хитрый. Хитрый. Хитрый вопрос. Вот это несколько вопросов. Нет, я вот это самый последний. Как так и как могли быстро. Я уже об этом говорил, о потоке и прочее. Как, когда Бог являл такую милость людям, жили, и потом Он потопил, и так быстро развратился, вернулся, как будто никакой веры не было. Это человеку так свойственно. В одном поколении люди изменяются очень быстро. Ну, возьми. Давыд. Избранник Божий. И даже будущее царь и поколение спасается именем Давыда. И как могло получиться так, что Соломон уже насаждает издалопоклонство, строит капище в самом Иерусалиме. Соломон, поведен, в смерти был по всем статьям. Как это могло быть? Такого отца иметь. Так и здесь. Как они проповедовали? Проповедовали как православное. Они говорили о Христе. Они помогали. Они сами работали, как Иннокентий, как Макарий. Конечно, они переводили богослужение. Он не мог выйти за пределы православного. Я об этом, Николай, думал неоднократно, говорил и писал. То есть это проповедники были в чисто православном духе. Не в чисто евангельском. Это были не евангельские работники, которые я называю четыре за всю тысячелетие истории России. Может быть пятого, я не знаю еще. Но они говорили людям. Они шли к ним. Они свидетельствовали. Люди принимали крещение. Этот Глухарев Макарий Алтайский. Он крестил 475 алтайцев. Если бы каждый столько крестил, что бы было. Но, как они знали Бога, так и понимали, как Филипп, который преподал Евнуху, обратился. Люди никто не знает. Я скажу нет. У них на первом месте по-прежнему оставалось богослужение. Не проповедь. То есть тех, кого я называю апостолами, они были апостолами православия, но не христианства. Вопрос очень хороший. Теперь, кого бы я мог? Ну, сказать, это может только Бог. Почему я так рвался обратно в эфир? Когда я выступал, вел три радиопрограммы, я им говорил, дайте мне эфир, как я прошу, на три года. Я вам температуру Барновля изменю конкретно. Но этого нет нигде. У меня доступа-то никакого к народу нет. В университете отняли, в школах не пускают. У меня все закрыто. Я сижу, только вот, ну, где-то попросили, экземпляр, два. У меня главное, это летом едем на Благовестие. И то там одна встреча, мы разъехались. Если бы мы работали не в православном духе, а в евангельском, чисто в евангельском, то первое, что я должен был сделать, уйти из православия. Это первое. И приезжая в Новое Село, 56, я бы 56 общим уже образовал. А если учитывая, как я сначала трудился в православии, уже 560 было бы общим. И ты считал бы их, может быть, на миллионы уже. Но весь парадокс в том, что я православный. Я не могу никуда звать. Я посылаю их в храме, а священник первым делом их на меня натравливает. А того, у кого... Это нам отец... Да никакой он не отец. Какой он отец? Это просто мужик в штанах рваных. Так он сказал к нам идти. Ну, тут он правильно сказал. А больше вы к нему не подходите, он еретик, он раскольник. Все. У меня люди приходят в университет, ступить негде. И я всем говорю, что московская патриархия благодатная. Мы ни одного к себе не зовем. К нам попасть будет нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Писали об этом. Я встречаю людей, едет бабушка. Одна разговаривалась. А я ходила к вам на занятия, я вас узнала. Ходила? Да, ходила. Рядом вторая женщина, я тоже ходила, молодая. А почему не ходите? Так вы же говорили, что можно так храму Владимира Покровской ходить. Мы пошли. Ну, мы на исповеди батюшке сказали. Что сказали? А мы сказали, что ходим на занятия к Игнатию. Что вы делаете? Это же ересь. Каяться надо. Он их отбил, а они не ходят. Я говорю, а сейчас куда ходите? Да никуда мы сейчас не ходим. Если за одну отцу не хватит жизни рассчитаться, то как будет этот поп отличать? Я сегодня, когда у нас еще здесь никого не было, вот этих людей, а мы ходили только в Покровский собор. Патриарх над ними главный. Я сегодня причащаюсь. Но мы на дому уже собирались. На дому группа небольшая. И вот одна женщина, другую услышала, она тоже хочет. И она ко мне подходит. А может, я к вам на занятия приду? Я знаю, эта женщина проверенная, хорошая, искренняя. Ну, а впереди меня идет священник, который меня сегодня исповедовал, причастил. Я говорю, ты его догони, попроси, чтобы он благословил. Она подходит, а он меня не видит. Она подходит, отец Семен. Я вот слышал, Игнатий ведет там какие-то занятия. И вам ей послушать, что ты, дочь моя, нельзя ходить. Это еретики, они баптисты. А я сзади иду. Я его помогаю. По дому везде. Но он меня не видит. Он не может быть другим. Самая сущная в московской патриархии, это людоедство Сергеанское. Отстань наиберия. С кем мы будем соединяться? А с вами везде так поступали. Везде одинаково. Уехали на Украину, ребята, точно так же с ними. В Свердловске поехали, точно так же. Андрей вот этот, с Володей Пащенко. Они еще его, кто поедом его заедает и все. И они пытаются. Уже 7 лет на одном месте. Я говорю, ребята, отстаньте от попа. Занимайтесь отдельно, собирайте людей. Ну, как-то без батюшки. Он все разрушает до основания. Вот так. Все. И теперь сколько бы я мог, посев решает только Господь. Иногда после смерти что-то восходит. Но я стараюсь, в первую очередь, быть с христианами. А уж потом с православными. Я не могу никуда звать. Если бы я был баптиц, я бы сейчас все это отсек, все эти мощи, это трупопоклонство вырубил бы. Я сразу приехал в село и сказал, это ложь. Сыграемся отдельно. Вот как надо по Евангелию верить. Я уезжаю там в общину, а я никуда отправляю их к попу. А он дрожит от ненависти ко мне. Он сразу против наставляет. Наставляет люди приезжают. Да как же так? Он направляет. Он против. Кого слушать? Вас или батюшку-то? Я еще могу сказать. Не слушать батюшку. Я против православия. Слушать только одного меня. Я еретик. Понимаете, мы в абсолютных, невыносимых, невозможных условиях работаем. А кто не так работал, как вы, никто и никогда. Никто. Я в мировой истории не знающие примеры, чтобы работали в евангельском духе и находились в православии. Я это делаю. Почему сектор тут мне пишет, брат, дорогой, мы в первую раз в жизни встречаем, что в православии может быть человек и не православный. То есть они понимают, я православный, но никакой я не православный. Продолжение следует.